Начало 75-летия с момента создания нашей атомной отрасли, то есть с момента появления указа о создании спецкомитета по атомной энергии. И именно в том году корпорация «Росатом» выступила с инициативой создания научного центра физики и математики. Идея заключалась в том, что есть несколько новых, совершенно прорывных направлений в развитии физики, как науки. Есть необходимость в разработках новых направлений в деятельности «Росатома», который у нас, как известно, объединяет в себе не только атомную энергетику, но и ядерно-оружейный комплекс. Для его совершенствования нужны новые научные усилия. И достаточно неожиданно эту инициативу подхватили сразу несколько заинтересований, организованных организаций, прежде всего, конечно, институт имени Игоря Курчатова. Но не менее активно к разработке этого проекта подключилась Российская Академия Наук, президентом которой на тот момент являлся Сергеев Александр Михайлович. В самом конце 2020 года состоялся очередной визит президента России в Российский Федеральный ядерный центр Всероссийской НИИ экспериментальной физики. Вот такое сложное название у бывшего КБ-11, то есть той самой кузнецы всех наших ядерных и атомных боевых зарядов. И там же генеральный директор «Росатома» предложил еще раз Владимиру Путину ознакомиться с этим проектом. Но когда я проглядывал эту видеозапись, было полное впечатление, что все это было заранее подготовлено, потому что одобрение от президента России было получено мгновенно. Это удивительный проект для нашего времени. Это такое своеобразное развитие в 21 веке тех традиций, которые были заложены и Офио с его институтами, те традиции, которые развивались в сибирских академических городках, но на новом уровне. Наверное, это самый неожиданный проект, который сейчас есть у «Росатома». Впрочем, у «Росатома» достаточно условно к работе этого научного центра подключилось уже более 50 научных организаций и университетов. Создается он физически на базе все того же ВНИИФ. Проект «Большой Саров». Есть технологический парк, который вынесен за периметр закрытого города, что позволяет свободное общение студентов, ученых. В 2021 году состоялся первый набор. Базовый вуз Московский университет принимают по окончании бакалавриата. Строятся кампусы, впереди строительство зданий для лаборатории, экспериментальных центров, но пока как базовые используются те возможности, которые есть у ВНИИФ. В сентябре этого года проходили очередные выборы президента Российской Академии наук и достаточно неожиданно для многих Александр Михайлович Сергеев взял самоатвод. Прошло всего около месяца, и он согласился на предложение последующего от «Росатома». Возглавил научный, теперь он стал научным руководителем Национального центра физики и математики. Я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы был понятен уровень вот этого проекта. Если президенты Академии наук идут руководить вот таким направлением, это достаточно интересно. Я не уверен, что будет понятно все, что мы здесь в этом интервью с ним успели обсудить. Думаю, что некоторые термины требуют более полного раскрытия. Не всем они понятны, кто глубоко не ушел в физику. Но буду только рад, если будут вопросы по этому поводу, с удовольствием отвечу. Александр Михайлович, мы с вами беседуем на полях «Атомэкспо-22». Павильоны заполнены новыми, новейшими достижениями науки и техники. Все красивое, все изумительное. Но я для самого себя абсолютно убежден. Атомная отрасль выросла из науки. Развитие атомной отрасли без развития науки невозможно. Поэтому я считаю, что самое фантастическое из того, что в России сейчас происходит, наверное, самый роскошный подарок атомной отрасли в год ее 75-летия, это решение Владимира Путина о создании научного центра физики и математики. Ничего более неожиданного, ничего более полезного для России, наверное, мое личное мнение, конечно. То есть вот в 21 веке мы получаем возможность развивать те традиции, которые были. Физтехов, Академика Иоффи, Академгородков Сибири. Вот новый какой-то этап. Вы на посту научного руководителя совсем недавно, но ни для кого не секрет, что вы эту инициативу «Росатома» поддержали сразу, поддержали мгновенно. Сейчас проект набирает ход. Стартовал он, насколько можно судить, организационно с появления филиала МГУ в Сарове. Как сейчас, второй год уже идет набор в Московский университет Саров, так его, наверное, можно назвать. Как развивается, как идет этот проект, что нового? Спасибо, Борис. Вот вы очень хорошо сказали, что лучшего подарка для атомной отрасли, да и в целом, может, для науки России трудно представить. Работа началась два года. Казалось бы, мы прилетели совершенно незаметно, но я могу сказать, что это серьезный этап, серьезный этап становления. Мы его называем «Быстрым стартом». 2021-2022 год – «Быстрый старт». И мы уже сейчас, к концу второго года существования этого проекта, готовы отчитаться о результатах этого «Быстрого старта». Мне, как научному руководителю, конечно, при рассказе о том, что сделано, на какой траектории мы находимся, наверное, надо начать с научной программы. Ну вот, представим себе. С одной стороны, таким институтом, который отпочковывает нас, является Российский федеральный ядерный центр. Но мы говорим о площадке открытой, площадке, которая находится вне федерального ядерного центра. И когда мы говорим о научной программе, то, естественно, надо думать, какую науку мы там будем делать, вот на этой площадке. Мы пошли по пути создания кооперации. С одной стороны, это наш прародитель, федеральный ядерный центр, а с другой стороны, больше 50 организаций. Это академические институты, организации «Росатом», университеты. И все мы вместе создали научную кооперацию, создали научную программу, защитили ее на Совете по развитию и начали выполнять. Программа состоит из 10 направлений. Из них 7 физических направлений, 3 математических, потому что центр физики и математики. Как выбирались эти направления? Прежде всего, конечно, мы говорим о новой физике, о том, что мы ожидаем, когда я говорю «мы», это мировое сообщество физиков, так скажем, мы ожидаем прорывы в каких-то направлениях. Вот по этим рубежам, где ожидаются прорывы, у нас сформированы несколько научных направлений. Это и исследования взаимодействия мощных излучений с веществом, это и новые вопросы, связанные с изучением того, что будет дальше за стандартной моделью, это и вопросы извечные, связанные с космологией, с астрономией, и если говорить про такую математическую или прикладную математику, это, конечно, прежде всего, вопросы с созданием современных усилительных машин, уже класса мультик зафлопсного, и вопросы, связанные, конечно, с развитием искусственного интеллекта, применением его в том числе для развития науки. И поэтому сейчас самое главное для нас, как можно скорее, привести на уху на площадку НСФМ. Как мы можем это сделать? Да, пока строится здание, здание появится только у нас где-то, наверное, в 2025 году. Что делать до этого? Мы выступили с предложением, которое поддержано руководством Русатова, что не дожидаясь 2025 года, когда появятся новые корпуса, мы будем оформлять, строить научные лаборатории на имеющихся площадях технопарка, потому что там есть технопарк Саров. Большой Саров. Кроме того, есть вариант создания строительства так называемых быстро возводимых зданий такого промышленного типа, в которых можно разместить экспериментальное оборудование и начать эксперименты. И мы планируем, что уже к концу следующего года у нас такие площади появятся, будет сделано несколько лабораторий. Вот эти лаборатории, в отличие от наших целей 30-го года, установок Мега-Сайенс, но о них мы еще поговорим, мы называем установками класса Миди-Сайенс. Миди-Сайенс – это и по вложениям, которые нужно для того, чтобы построить, это и по площадям и объему лабораторий, это такие лаборатории класса университетских лабораторий или лаборатории, которые есть в академических институтах. Но то, что там будет размещено, эти эксперименты, которые будут вестись, они будут на мировом уровне. Запланировано несколько лабораторий Миди-Сайенс, лаборатория сверхсильных магнитных полей, лаборатория мультитораватных лазеров, лаборатория, связанная с развитием различных задач искусственного интеллекта, это прежде всего мемористеры, и планируется лаборатория, в которой у нас будут находиться ученые, связанные с задачами создания фотонного компьютера. Эти медиалаборатории уже указывают пути, по которым мы идем, к тому, чтобы в 30-м году у нас появилось три абсолютно уникальных по мировым меркам установки класса Мегасайенс. Это и большие по объему, большие по вложению. Это абсолютная уникальность и мировое лидерство. Во-первых, это фотонный суперкомпьютер. К 30-му году мы планируем построить машину, которая на уровне 10 Z-Aflops может обрабатывать в рамках специальных операций, очень нужных информаций. Второе направление – это направление, связанное с, как можно говорить с вами, со стандартной моделью. И, с одной стороны, это то, что мы действительно всегда будем интересоваться устройством микромира все глубже и глубже. Вот у нас есть таблица Менделеева – это атомы. Это устройство мира, как образуются атомы. Конечно, это и какие-то свойства ядра, количество нейтронов, количество протонов, но, тем не менее, это все-таки атомарный уровень. И уровень химических превращений – это все-таки уровень взаимодействия электронных оболочек. Есть модель более глубокая, назовем ее просто стандартной моделью. Стандартная модель – это уже устройство протона, нейтрона, это… Сильное взаимодействие, слабое взаимодействие, пошли чуть глубже. Да, это и лептон, это нейтрино и так далее. Казалось бы, эта модель всеми сейчас признана, хорошо работают, но физики всегда знают, что любая модель – это некий предельный случай чего-то более общего. И все мы понимаем, что стандартная модель – это низкоэнергетическое приближение чего-то более общего, которое находится на более глубокем с точки зрения энергии пространственных масштабов уровня мира, но никто не знает, что это такое. И вот как, какие исследования проводить в рамках физики частиц, для того, чтобы все-таки найти вот эти выходы в более общую модель, то есть выйти за рамки вот этой вот низкоэнергетического предела. Этому будет посвящена установка, которая называется ЦТАУ-фабрика, электрон-позитронный коллайдер. ЦТАУ-фабрика – это распад взаимодействующего электрона с позитроном, их превращение, в Ц – очарованный кварк и ТАУ-лептон. Супер-ЦТАУ-фабрика. Супер – это то, что мы количество таких реакций максимизируем, применяя различные находки и новые концепции ускорительщиков. То есть нам нужно, чтобы эти пучки электронов с позитронами, они сошлись в маленьком пятнышке, и чтобы как можно больше их провозаимодействовало друг с другом. Это есть проект, нацеленный на понимание устройства мироздания на более глубоком уровне. По дороге к этому мы строим установки Миди-сайенс, где обкадываем различные моменты вот этой большой установки, часть этой технологии, хотя и там тоже есть большая наука, потому что для того, чтобы создать эффективно сталкивающийся с высокой светимостью вот эти вот банчи электронно-позитроны, вы должны их очень правильно, аккуратно, с фиксированной формы выбить из фотокатода. И тогда встает вопрос, вот взаимодействие лазерного импульса короткого с фотокатодом, как правильно должен быть устроен лазерный импульс, с каким фотокатодом он взаимодействует, чтобы мы точно знали, что из фотокатода вылетел вот такой-то аккуратненький, с нужной нам формой банч электронов. Это наука, это не технологии пока. Третье направление установки Мега-Сайенс это лазер Экселс, это лазер для генерации полей с рекордной интенсивностью излучения, с рекордной яркостью излучения. Изучение пространства временной структуры вакуума, вот если такие мудреные немножко слова, это как раз задача одна из серьезных, важных, может быть, наиболее интересных задач для этой установки Экселс. Опять, по дороге много всего. Пока мы дойдем до уровня, а мы строим для этого, чтобы получить такие интенсивности, 10,25, 10,26 ватт-синометр квадратный, мы строим так называемый экзоватный лазер. То есть, это лазер, мощность которого где-то на уровне 0,2 экзовата. Это то, что на 3,4 порядка превосходит мощность всех работающих сейчас электростанций в мире. Всех работающих сейчас. Понимаете, вот мы в одном таком коротком импульсе мы создаем гигантскую фантастическую мощность. И трюк заключается в том, что это в течение 10-14 секунды. Все, когда это понимают, говорят, ну то, обманывайте вы нас. Здесь есть элемент какого-то трюка, но действительно, если мы сможем анализировать те события, которые происходят в течение этого короткого промежутка времени, то они будут происходить в присутствии сумасшедшей мощности. Вот это как раз идея Excel. Короткие лазерные импульсы, относительно небольшая энергия, но за счет того, что мы сжимаем во времени и фокусируем в пространстве, мы добиваемся вот этих вот экзотических условий. По дороге у нас уже в 2024 году заработает лазер, который мы называем мультитера. Некоторая игра слов, потому что терра вроде как земля, мы непознанная, мы что-то такое, но мультитера у нашего лазера с одним R пишется. То есть это тераватный, от 20 до 100 терават будет вот этот лазер. У него много очень хорошей современной физики и очень важно, что мы будем готовить и молодежь в НСФМе, чтобы она начинала уметь работать с короткими импульсами, с такими большими мощностями, потому что ей Excel началось и строить. Дальше. Вот это в целом научная программа, как мы видим. Основное это наши маяки, это установки класса Мегасайенс. Дальше, 25 год это целый слой установок Мегасайенс. И сейчас быстрый старт, который мы закончили, мы сформировали эту программу, мы создали кооперацию, которая и будет заниматься теперь и задачами Мегасайенс, и задачами Мегасайенс. Сейчас получается, что Кузница кадров это филиал Московского университета, а как остальные ВУЗы смотрят на это, будут они подключаться? Известно, что вы встречались с сибирским отделением Академии наук. Хороший вопрос. ВУЗы действительно смотрят по-разному. И мы понимаем ревность некоторых ВУЗов, которые приезжают и говорят, слушайте, мы же базовые в Росатоме, да, по подготовке кадров, а почему не мы? Серьезный вопрос, его тоже надо уметь отвечать. Новосибирский Академгородок может задавать вопросы? Ну, Новосибирский Академгородок активно участвует, и у них есть соглашение с НИЭФом, и ревновать не стали. Сейчас, почему МГУ? По разным причинам. Одна из причин заключается в том, что МГУ есть все, то есть много различных направлений, а если вы посмотрите НЦФМ, ведь НЦФМ это, вообще говоря, не только атомная энергия, НЦФМ отражает амбиции Росатома и во многих других направлениях тоже. А Росатом, смотрите, это новый материал сейчас, это и Арктика, это и искусственный интеллект, и много-много других вопросов. Поэтому, когда мы говорим, что НЦФМ для Росатома, я говорю, для Росатома Росатома это возможность повторить свою блестящую историю, когда Росатом обеспечил паритет страны, Росатома Росатома Росатома